Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Это вторая партия тайбрейка чемпионского матча между Магнусом Карлсоном и Фабиано Каруаной. Напомню, первая партия закончилась победой Карлсона в ладейном окончании, поэтому во втором поединке Каруана, играя белыми, спешил реваншироваться. Дело в том, что дистанция данного тайбрейка, всего 4 партии с контролем 25 минут и 10 секунд добавления на ход, очень короткая, поэтому одна единственная ошибка может стать решающей. Каруана, белыми пошел Е4, ну и Карлсона отвечает ходом С5. Отрадно, что в этом матче соперники не играют в тягучий берлинский вариант испанской партии, а избирают уструю сицилианскую защиту. Конь Ф3, конь С6, Д4, далее ЦД, комбьё Д4, конь Ф6, конь С3 и Е5. Как и в классических партиях, Магнус Карлсон избирает челябинский вариант, далее конь ДБ5, Д6, конь Д5, взяли, взяли конь Е7. В одной из партий он играл конь Б8, вот в нескольких последних партиях с классическим контролем времени, исключительно конь Е7 играл чемпион мира, что он делает и сейчас. Ц4, конь Ж6, ферзь А4, слон Д7 и далее ферзь Б4. Здесь Магнус Карлсон не стал повторять позицию, слон Ф5 и далее ферзь А4, слон Д7, как он делал в 12-й партии, а сразу пошел ферзь Б8 и показывает, что он не боится играть в активные шахматы. Далее ходом А6 будет прогонять конь АС Б5, белый играет А4, блокировка. Ходом Аш5, далее на слон Е3 следует А6. Конь С3 и дерзкая черная пешка продолжила свой марш по краю доски. А5 прогнала ферзя еще раз, после А4, ферзь Д1 и далее слон Е7. Белые играют Ж3, защищая пешку на А4, ферзь С8. Черные получили исключительно эластичную позицию, после слон Е7, слон Ж4, ладья С1, происходит размен белопольных слонов и ферзь Ф5. В данной ситуации Карлоне лучше всего было пойти слон Д2, таким образом захватывая на время контроль над полем Е4. Став сюда, белый конь будет помогать продвижению С4, С5. Но Карлона сразу сыграл С5, далее следует рокировка и С6. После размена белые получили проходную пешку на С6, правда после ладья ФЦ8, эта пешка больше слабость, чем сила. Ее нужно защищать, ферзь С4 играет Фабиана Карлона, устанавливая также контроль над полем Д5. И здесь очень интересен, необязательный, но в то же время весьма любопытный вариант, предложенный компьютера. Можно было пойти ладья А5 и дальше на ход слон Б6, контратаковать ходом ферзь Ф3. Размен ладей, шаг, король Д2, ладья бьет С6. Заметим, что ферзь теперь под взаимным нападением, поэтому белые сначала забирают на Ф7, выигрывая пешку, ладья бьет Х1. Но Д5, ясно, что на Д5 брать нельзя ввиду ладья Д6 и конь теряется на связке. Поэтому конь А4, продолжаем нападать на фигуры белых. Б4, забираю на Б4 и дальше ладья бьет А4, А3, Е4, получается вот такая очень интересная позиция, она примерно равна. Но в партии было слон Д8, так сыграл Каусон, не пускает пешку на С7. Далее конь Д5, Е4 и вот в этой позиции Карлона, понимая, что ему нужно отыгрываться во что бы то ни стало, делает ошибку, ставит пешку на С7. В данной позиции лучше всего было пойти слон Д4. Правда, после конь Е7 взяли-взяли, белые после рокировки могут натолкнуться на слон Бьет А4. В сложившейся спортивной ситуации, когда каждая ничья приближает в итоге Каусона к победе, конечно, вечный шаг весьма благоприятен черным. Получается вот такая вот ничья. Но в партии было С7. Каруана играет по принципу пан или пропал, слон Бьет С7, конь Бьет С7, далее следует ход конь Е5. Таким образом, черные нападают на ферзя и грозят вторгнуться своим конем на поля Д3 и Ф3 с шахом. Сложившаяся на доске позиция уже совершенно безрадостна для белых. Лучшим шансом было ферзь Д5. Но после простого отхода на Б8 у белых очень большие проблемы ввиду угрозы конь Д3, которая сохранилась. Ладья Бьет Б2. Ну а если сделать рокировку, то можно забрать на С7. Идея в том, что ферзь на Д5 теперь без защиты, брать на С7 нельзя ввиду конь Ф3. Ну а если забрать на Д6, что является лучшим продолжением, то черные забирают на С1. Ферзь Б8, шаг, ладья С8. И все-таки слабость белых полей на королевском фланге делает позицию белых практически безнадежной. Но партия закончилась моментально. После конь Д5 корона создает угрозу конь Е7. А Карлсон холодно отходит королем на Х7. И оказывается, что угрозы черных, конь Д3, ладья БЦ4 абсолютно никуда не делись. И белые просто терпят крах. Поэтому Карлона моментально сдался. Таким образом и вторую партию этого тайбрейка выиграл действующий чемпион мира норвежец Магнус Калсен. Карлона рванулся, попытался отыграться. Но все-таки потерпел второе поражение подряд. И ясно, что для спасения этого матча Карлоне в двух оставшихся быстрых партиях необходимо было обязательно побеждать. Это очень сложная спортивная задача. В особенности учитывая то, что приходится играть с Магнусом Калсеном. Но Карлона бьется до конца. Третью партию вы сможете найти в качестве ссылки в описании под данным видео. Но я надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Поэтому не забывайте ставить лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание. До свидания.